и снова всем привет мы продолжаем запись ответов на вопросы андрей сергеевич приветствую у нас там наболело слушай вот хотел бы наверное поговорить с тобой вот на какую тему мы в прошлый раз очень много осветили вопросов связаны с диагностикой с аудитом по сути дела это те вещи которые так или иначе выходят на демонстрацию эффектов но и мы всегда говорим что внедрение системы управления запасами вам принесет эффект да то есть и мы их можем прикинуть посчитать и эффект эта тема такая важная с одной стороны но с другой стороны она это внедрение изменений затрагивает большие изменения в компании вот это внедрение затрагивает большие изменения и мы часто сталкиваемся с такой проблематикой я бы даже не сказал что эта проблема внедрения эта проблема даже больше наших продаж вот этих вот решений да вот нашего программа методического комплекса нет на стол я бы так обозначил собственник наемный менеджер да то есть по сути дела эффекты о которых мы говорим они нужны собственнику а воплощает все в жизнь в рамках этого проекта это наемный менеджер и мы видим вот такой вот разрыв такую пропасть между собственником и наемным менеджером часто наемный менеджер задает вопрос а мне ты это зачем я не являюсь бенефициаром этих этих эффектов вот что думаешь по этому поводу что у тебя вот это знаешь это если помнишь но если проанализируем чем все что мы внедряли все наши проекты которые мы внедряли есть несколько некоторые закономерности то есть у нас есть очень успешные проекта супер успешные проекты которые там показывают удвоение прибыли там быстрый темп просто продаж быстрый темп роста валовой прибыли и хороший там темп просто прибыль даже улучшение оборачиваем улучшение оборачиваемости то есть мы у нас есть такие проекты и я делаю анонс мы вместо дурацких отзывов клиентов попытаемся это записать вам в более интересную варианте сейчас нас в работе один проект по нашему крат клиенту там счастье в том что во-первых клиент готов себя обозначить что он есть не буду пока называть кто и более того мы еще и данные возьмем из открытых источников мы вам прям покажем финансовые результаты и там будет очень хорошо видно момент когда началось внедрение результаты которые были получены поэтому есть очень успешный проект а исправили а есть провальные проекты которые лишь немного но они есть их ровно 2 но они есть мы пытаясь всегда конечно разобраться что происходит почему так происходит что же там такое случается и мы начали анализировать эту историю и можно классифицировать проект таким образом мы что-то внедряли в маленьких компаниях вот эти все лайты и мы уже говорили что лайты и микробизнес это у нас самые богатые люди которые могут заплатить и ничего не делать привет мотоцикл который поехал по улице не знаю слышал он там или нет есть микробизнеса которые используют лайты и ровно половина из них отваливается вот ровно половина из них отваливается и мы об этом говорили и предыдущих роликах и в предыдущей серии роликов вам об этом говорили мы придумали на этот счет дарятку мы поговорим чуть дома не поговорим но там ситуация в том что у человека который занимается микробизнесом у него просто нет времени на внедрение вот его ровно куски у него в сутках не хватает времени чтобы сделать все что от него зависит мы сделали там некая вариант решения к которым еще поговорим и мы собственно говорили о нем и еще раз его обсудим в этой серии роликов а вторая часть проектов супер успешные это компании с оборотом вот от 500 миллионов до полутора миллиардов на это неважно не могут быть и 6 миллиардов там у них есть одна важная характеристика у супер успешных проект у них решение внедрений и участие в процессе внедрения активно принимали собственники и результаты получают собственники и оцениваю результаты тоже собственники и это наши супер успешные проекты это это компании с которым мы уже дружим по большому счету до которые мы с которым мы придумываем какие-то новые вещи и они на подкидывают какие-то идеи на внедрение то есть это прямо такая большая куча компаний которые супер успешны и мы готовы размахивать как флагом показывать в гости и показывать как это все хорошо а есть слой компании которые во-первых плохо продаются и это самое основное хотя у нас есть опыт внедрения компания с оборотом по 10 миллиардов от 8 до 9 миллиардов там обороты и там успешный проект но там собственники не участвовали в процессе но это уникальный случай и дальше под продать в компании продавать в компании где собственник не принимает решение и не находится управление очень сложно это основная проблема и мы начали на тему думать смотреть чу как почему вообще происходит и в одних из переговорах продажных руководитель филиала компании задал мне вопрос ну хорошо вот эффекты которые вы показываете по что-то увеличение прибыли улучшение оборачиваемости увеличение свободных заводного денежного потока повышение рентабельности это все эффекты которые работают для компании и для собственников а мне наемным менеджерам все зачем я так а фиг я знаю конечно потому что реально чем крупнее компания тем либо дальше собственник от управления либо тем более размытая структура собственников и это люди которые где-то в космосе находятся в операционку ну это же счастье это же все всегда нужно жить из операционного управления все хотят выйти из операционного управления нет хорошая история но в этом случае они находятся где-то в космосе проверяют по дашборном и что проходит конкретно на земле и решение потому что должно происходить на конкретно на земле принимают не они операционный руководитель и они правы и так и надо только здесь сразу возникает вопрос а за что отвечает операционный руководитель он отвечает за выполнение своей функции он обвешан какими-то теперь они которые он должен выполнять и часто улучшение для компании в целом приводит к улучшению и персональных теперь спрашивается зачем мне самому себе создавать проблемы нормальные люди зачем им себе создавать проблему это первое вторая история она тоже очень важно потому что ведь кто-то же должен ответить за результат внедрения а напоминаем что у нас в европейской традиции у победы множество отцов и только поражение сирота если мы победили вы молодец и не только вы а еще все мы здесь кто рядом рада причастны да у нас есть проект где-то внедрял наемный менеджер люди два года подряд пандемии и удваивают прибыль это из открытых источников сюда на секундочку до два года подряд удваивать прибыль материнская компания говорит ну это вам повезло 36 месяцев подряд компания идет с нарастающим плюсом и это повезло но если бы не получилось без зрения теории вероятность да не о чем невозможно что все время везло на 36 месяцев подряд то есть два с половиной года непрерывно везет это с какие несчастливщики но при этом когда человек который был руководителем проекта у этого клиента увольняется из этой компании компания говорит нет 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 мы будем продолжать пользоваться инструментом потому что у нас все было хорошо с управлены запасами я очень жду когда выйдут данные за двадцать второй год я очень хочу посмотреть как влияет замена руководителя проекта на финансовые показатели компании но мы сейчас не об этом это у нас ситуация где наемный это продвигал но он же рисковал неимоверно потому что а если бы не получилось есть множество причин почему есть много причин почему может не получиться или в процессе внедрения что-то может ухудшиться другой наш проект мы начинаем не дать управление запасами там пустые склады мы начинаем на форму наполнять буферы и рентабельность запасов и оборачиваемость падает падает у нас растет склад в два раза растет склад в два раза растет склад рентабельность падает оборачиваемый спада валовая прибыль растет и это такой короткосрочный эффект который надо пережить и психологические и экономические чтобы получить принять чтобы получить отложенный эффект в будущем и поскольку в этом проекте инициатором и по сути руководителем куратора был собственник отмороженный на всю голову предприниматель мой респект и мы с ним это анализировали почему это происходит вместе и дальше смотрели как это идет динамики на текущий момент я могу вам сказать что 22 год компания закончилась рекордной прибылью а запасы сумма запасов полтора раза вырос объем продаж а запасы его с момента как они удвоились они остаются на одном уровне и не меня и не меня это чтобы понимать ну вот тот момент когда это скакнуло вверх это же было страшно для всех это было страшно и для него и для нас это был момент когда было страшно и получается когда вы наемный менеджер приходите греть я хочу внедрить новую систему управления запасами которые там даст нам счастье но при этом вы подставляете реально подставляете и ответа на вопрос как сделать так чтобы вот вам не подставиться у меня до сих пор нет реально нет да есть подходы в рамках теории ограничений и замечательный подход который разработал допустим алан барнат который состоит в анализе плюсов и минусов изменений мы посмотрите классическая голдертовская схема горшочка золотом костылей русалки и крокодила кому интересно там в ссылочке найдете описание слоев сопротивления вот он барнат разработана очень интересная методика как раз как с этим работать и получается что если мы не понимаем как защитить нашего клиента от потенциальных негативных для него персональных последствий он конечно не купит очень интересная есть исследование западная я не могу поставить ссылку потому что не высылай стукалом да про то что основным конкурентом у вас являются не те кто продают такие же товары какие не производители конкуренты не поставщики конкуренты основной с кем вы конкурируете это не покупать основная конкуренция идет между вопросом купить и не покупать и когда у нас решение принимает наемный менеджер во первых он не понимая не принимает решение покупать или не покупать он у него есть только решение пойти наверх и попросить денег давайте мы на это потратим денег давайте мы эти изменения внедрить ну а дальше любой нормальный руководителем за это просто чем ответишь и и в этой ситуации многие наемные менеджеры зависают ну и я по их прекрасно понимаем чего ради ему подставляться под возможный риск когда то и это и прилетаю я на то и а вы не были на то и гаити гаити не были мы никакой гаити нас и здесь неплохо кормят так или иначе если ничего не угрожает существование компании то ему это делать в общем незачем не дает таких крупных компаниях это как правило распределенная филиальная там сеть и в таких компаниях могут запускаться пилоты и вот ну пометую вот классический роман я как и знал да книжку то есть что если мы наемным менеджером руководителям этих филиалов буду говорить ну ты вот будешь первый на деревне у себя и будешь лидера и этот опыт будет интересно распространить на другие филиалы ты будешь первым ну вот это да во первых но это уже по опту внедрения мы можем говорить да что если вы руководите филиалом то есть относительно самостоятельным подразделением которое имеет собственные показатели то есть вы по сути руководитель фирмы в этой ситуации да это маленькая обособленная фирма но вы генеральный директор маленькой фирмы в этом случае ну во первых результаты вашего филиала начнет многих удивлять и как раз вы будете отвечать на вопрос просто повезло да просто повезло и если вы руководите обособленным подразделением то наверно для вас это шанс сделать свое подразделение лучше а сделал свое подразделение лучше на этом можно выстраивать карьеру и для руководителей филиалов это самый правильный ответ вот если вы функциональный руководитель по закупкам директор по логистике я пока не могу вам ответить что вам будет хорошего да вы покажете свой профессионализм вы сделаете какую-то чудесная вещь которую никто не понимает как вы это сделали но вы можете столкнуться с тем же самым вам повезло да да скорее всего вы столкнетесь тем уж самым что вам повезло а еще у вас начнется одна очень важная история совокупные результаты не просто результат управления запасами это поведение это поведение продажников это ценообразование это принятие решения об объемах давай скидку не давай скидку поставляет такой объем выгодно невыгодно это куча всяких вещей которые сразу захватывается потому что ну одна из базовых проблем всех управления введения правильные запасы это когда продажники не привыкли еще к тому что у них всегда все есть ну тут классическая история да то есть продажник на всякий случай ставит в резерв все что можно такой хороший такой кулак все под грести под себя и только вот это тут это моя коммунина все продажники себя ведут наши продажи для себя ведут точно так же пытаясь прихватизировать себе клиента да все это мой клиент все виды домой я вам не отдам и все продажники так себя любят и пока они не привыкли к тому что товар всегда есть у вас будет жуткие проблемы с резервами кстати как только не борется автоматически сбрасывают еще чего-то но все равно продажник идет резервирует если вы просто закупщик даже не директор по закупкам не директор по а вы просто закупщик то вам конечно становится грустно потому что они что-то там делают а вы за это отвечать можно сделать можно как это хотите похудеть спросите меня как а помните гибалай мы можем вам помочь можем подсказать но проблема то в том что вам придется принять решение что это надо делать и вот тут к сожалению функциональных руководителей мы не очень можем защитить единственный способ который мы можем вам сейчас помочь это провести сборное корпоративное обучение собрать туда финансистов продажников операционных руководителей показать им как это может управляться показательные результаты диагностики и после этого выносить уже на что у вас там весовный комитет совет директоров то есть на верхний уровень уже выносите по принятию решения о необходимости или не отсутствие какого необходимости для вашей компании внедрять управления запаса я не вижу пока других способов у меня это боль я бы кинута в этом думаю уже не один месяц и даже больше чем год поэтому и если что нас может спасать и что нас спасает от того что у нас есть вот свой клиент мечты это средний такой средний малый бизнес где собственник находится в управлении где результаты нужны ему это мы ему точно говорим парень если ты будешь делать так то у тебя будет все зашибись ну то есть получается у нас вопрос открыт на него нет к сожалению готово решение и здесь наверное бы так наверно вот эту тему подрезюмировал уважаемые наши клиенты и действующие потенциальные наши подписчики если вы разделяете взгляды и подходы о чем мы здесь говорим инструментов и подходов теории ограничений и у вас есть какие-то мысли в том числе которые вы внедряли у себя в компании когда доставал вопрос любых изменений вот именно вот этой тематике да там собственник наемный менеджер welcome делитесь с удовольствием послушаем ваши мысли пишите комментариях пишите в телеграм пишите на электронную почту мы с удовольствием будем это разбирать потому что это очень важная история потому что вот здесь я с удовольствием пообщаюсь сообществом потому что самый лучший способ преодоления препятствия это препятствие препятствие как сделать так чтобы не навредить тому кто принимает решение самый лучший способ преодолеть препятствия это услышать рекомендации со стороны тех кто в это препятствие упирается поэтому подписывайтесь пишите в комментарии где бы это ни было в контакте youtube телеграмм джер что там еще у нас лечит крючат пишите в комментарии мы с удовольствием будем эту тему обсуждать мы можем запланировать онлайн мероприятие с вами там с удовольствием встретимся а в этом ролике у меня все счастливо а